Who is Mr. Zelen'ski? Кажется, что, будучи президентом, он продолжает оставаться в привычном амплуа актера и шоумена, играя определенную роль. Однако некоторые недавние события и обстоятельства позволили обществу увидеть в Зеленском нечто новое, то, о чем ранее строились лишь догадки – его реальную личность. Стремление Владимира Саныча всеми средствами добиться нормандской встречи, скандал с Трампом и пресс-марафон длительностью 14 часов показали, что даже самые нелепые предположения насчет персоны шестого президента Украины меркнут сегодня перед лицом объективной реальности. Картина личности Зеленского окончательно сложилась. Судите сами. Оказалось, Зеленский принял решение стать президентом воюющей страны, не зная и не понимая полномочий президента, о чем он откровенно заявил на пресс-марафоне, что прямо говорит нам о его безответственности, некомпетентности, ну и уровне интеллекта. Зеленский часто не отвечает на четкие и понятные вопросы, почти всегда перебивает, начинает отвечать, недослушав, перескакивает на более комфортные темы, что говорит о его неспособности фокусироваться и вести аргументированную дискуссию. Зеленский достаточно часто и неуверенно лжет. Это особенно видно в оговорках в части судебной и правоохранительной темы. Президент хорошо усвоил, возможно, после обнародования телефонного разговора с Трампом, что нельзя вмешиваться в работу независимых органов. Но на самом деле у Владимира Саныча все происходит совсем по-другому. Поэтому можно услышать, мы собираем силовиков, я не вмешиваюсь в их деятельность, но спрашиваю о результате. И это довольно красноречиво говорит нам о его лицемерии и двуличности. Интересно, что Зеленский не всегда понимает суть и смысл вопросов представителей СМИ. Многие журналисты на порядок выше Владимира Саныча по уровню понимания происходящих процессов и ситуаций в стране. Это говорит о его невысокой эрудиции и ограниченном кругозоре. Зеленский уверен, что фото жабы на него рисуются за деньги. И что часть людей выходила на Майдан тоже за деньги. Что говорит нам о его психологии человека, в жизни ничего для общества без денег не делавшего. Президент Зеленский прослушивает переговоры ветеранов, участвующих в акциях протеста, а также политиков. И что интересно, открыто в этом признается. Кроме этого, ради красного словца легко озвучивает секретные планы Генштаба. Все это заставляет серьезно задуматься об адекватности этого человека. Зеленский питает наивные иллюзии о возможности договориться с Путиным, гордясь разблокированием переговорного процесса с Россией и освобождением из русского плена заключенных. Что заставляет задуматься о способности Владима Саныча к анализу и стратегическому мышлению. Зеленский довольно неуклюже пытается быть искренним. Все время нарочито возвращается к теме обычных людей. Люди так хотят, я это делаю для людей, я хочу, чтобы люди были довольны. То есть имеет болезненное желание непременно нравиться людям. Что выдает в нем глубокие комплексы неуверенного в себе человека. Зеленский уделяет своему предшественнику до смешного много внимания. Создается впечатление, что победа на президентских выборах не вполне удовлетворила Владима Саныча. И само существование Порошенко на белом свете не дает Зеленскому ощутить себя полноценным президентом. Но что это, если не банальная зависть? Если у кого-то есть иное мнение, предлагаю обсудить это в комментариях к ролику. Ах да, основную свою миссию Владимир Саныч Зеленский видит в прекращении войны. Слово «победа» не прозвучало из его уст ни единожды, за время президентства. И это говорит только об одном – для Украины все это очень плохо. Что можно сказать еще, кроме перечисленного, которого и так уже с лихвой достаточно? У Путина на столе давно лежит подробный разбор личности украинского президента. Последние события только чуть-чуть поправили и без того ясную картину. Слабый, необразованный, неподготовленный, уязвимый, с понятными болевыми точками дилетант рвется в нормандский формат решать судьбу Украины. Неофит-президент – это весьма забавно. Если, конечно, он не президент твоей страны. Ведь наряду с самой большой проблемой – войной, иметь еще одну проблему президента – это уже слишком, не правда ли? Поэтому вариантов у украинцев не так уж и много. Или бежать прочь, или протест. Каждый выберет сам, но решать нужно прямо сейчас. Иначе может быть уже поздно. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, поддерживайте нас на Патреоне. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok